Так, хорошо. По кругу. Счепотно? Да не щепотно, а больно. Катать по спине мяч с шипами вовсе не забава. Это оздоровительная практика. Ее профессор в СГАКе Валентина Николаевна много лет отрабатывает со своими студентами. Свои наработки приехала показать и слабослышащим детям. Из-за недуга они от природы скованы и недостаточно координированы. Релаксационные практики, гимнастика, работа с еловыми шишками и клепками. Все это улучшает моторику. Дело в том, что дети очень зажатые. У них присутствует момент страха на окружающий мир. А данные практики, активизация биологически активных точек, поможет им в дальнейшем расслабиться и не отличаться от обычных людей. Пока одни занимаются телесными практиками, другие на тренинге по актерскому мастерству работают с обручами. Это задание развивает чувство пространства и внимание. В конце летней смены ребята должны показать мини-спектакли на языке жестов. Мы выходим на миниатюры. Миниатюры будут связаны с бурятскими легендами, а они будут более пластическими, потому что ребята плохо разговаривают. Так что мы выходим на пластику. Андрею 17. Он здесь старше всех. Свой недуг он воспринимает уже как взрослый. Не дал бог слуха, зато не обделил скоростью. Подросток, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. И актер театра «Голос тишины». Я играл в постановке «Маугли. Мы с тобой одной крови». Я был тигром. Поначалу было сложно побороть страх и стеснение. Но меня поддержали родители и друзья, которые пришли на спектакль. Идейный вдохновитель театра «Голос тишины» Виктор Русинов. Театр появился шесть лет назад, рассказывает профессор в СГАКе. А спустя три года люди, которые не слышат, отыграли свой первый спектакль по произведению Киплинга. Эта летняя школа на побережье Байкала тоже заслуга Виктора Леонидовича. И, конечно, педагогов коррекционных школ. На сегодняшний день, даже на вчерашний, было видно, как ребята из разных классов соединены в одни команды. Как они стали более общительны, как они стали более креативны. Вот педагоги уже там, они уже здесь, задания они знают. Таких мероприятий мы не знаем в России ни одного. Арт-терапию в спортивно-оздоровительном лагере «Ослик» проходят 40 детей. Дюжина из них приехала из Иркутской области. Стать детям увереннее и раскрасить в яркие краски одинаковые будни помогают и сказочные герои. Саганубген и Бухенайон пристально смотрят, как ребята идут по кругу к волшебному кристаллу, загадывая самые сокровенные желания. А вечерами ждут их у костра. В лагере ребята отдохнут еще пару дней. 20 июня вернутся в Лануде. На площади советов они проведут флешмоб и покажут то, чему научились в летней школе.